Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня мы находимся в Геликон-Опере, где пройдет первая премьера 33 сезона, а именно опера Богема Джакома Пучини. Мы за сценой Геликон-Оперы и вы не представляете, что мы здесь нашли. Это самое настоящее кафе, которое находится в карусели. Смотрите. Во время второго действия зритель увидит, как прямо посередине сцены огромная карусель будет кружиться во время рождественской ярмарки. Опера написана по известному произведению Анри Мюрже «Сцены и жизни богемы». Произведение повествуется о жизни молодых и очень талантливых людей, которые независимы и умеют мечтать, но, к сожалению, очень бедны. Действия начинают разворачиваться на холодной парижской мансарде, где встречаются четыре друга – художник, поэт, философ и музыкант. Примечательно, что это опера, а молодых, которую ставили молодые. Уникальность в том, что впервые на московской оперной сцене в создании спектакля участвуют четыре молодых режиссера, которых искали по всей России, а в конечном счете выбирали благодаря творческому конкурсу. Я думаю, что оперными певцами вообще чаще становятся с детства, когда ребенок с детства родителям надоедает. Моя мама – любимая опера «Травиата». И у нас с детства дома пластинки в огромных количествах. Когда вы с детства слышите классику и на этом воспитываетесь, конечно, для ребенка выбора не встает. К чему вас приучили, на чем вас начали воспитывать, с того, как вы дальше идете. Ты теперь идешь и поешь. Просто, ну, чаще всего. Моя мама мне сказала, говорит, господи, ты вообще можешь разговаривать потише? Может, вообще есть какой-то тумблер для громкости у ребенка? Вот, оказалось, что тумблера нет. Сказали так, идем петь. Поверьте, на сцене, когда вы поете, и вам нужно из себя извлечь много звука, мыслей о страсти практически, остается технический момент. Нас этому учат. На сцене так много тонкостей, за которыми вы должны следить, которые вам нужно соблюдать. У вас есть мизансцена, потом вам нужно попасть в другую мизансцену. Потом вам нужно, чтобы вам было удобно, например, на маленьком столе сыграть сцену любви, там, секс, первая ночь. Понимаете? Ее надо сыграть на маленьком столе, а вы два больших человека, да. И при этом надо же спеть что-то. И поэтому там масса технических моментов, как-нибудь так, чтобы тенор смог после этого допеть. И как дышать еще ходить. Да, чтобы ему было удобно. Фактически в такие сцены тонкие мы друг от друга обычно заботимся. А вот и наши старые знакомые играет Рудольфа, поэта. Конечно, нравится. Это одна из лучших ролей вообще. Серьезно? Почему? Ну, там есть, как минимум, верхнее до, а для тенора верхнее до. Это просто шикарно. К нам Мими рассказывала, что на этом столе происходит много чего интересного, а во время этого очень тяжело петь. Именно на этом столе все происходит самое интересное. Мы занимаемся... Вот. Ну, театральным. И в этот момент я пою свою арию как раз-таки. И как раз-таки именно в этой арии выхожу на верхнюю до. Но, правда, не во время. Все максимально, все, что можно было. Все вот максимально плотно и классно, и насыщенно, и круто, и весело, задорно. Конкретно говорить про моего персонажа в данной постановке, то в оригинале он поэт, и он влюбляется в мими непосредственно. Но в этой постановке он тоже поэт, как он считает. Но он скорее отрицательный персонаж. Не то чтобы влюбляет в себя мими, но мими как-то поддается на его какие-то чары некие, да. Вдохновляется ей. Вот. И в итоге мими потом умирает в конце. А он становится, кстати, как раз-таки поэтом. В пьесе действия происходят на мансарде, а тут немного нетипичные декорации. Абсолютно, абсолютно. Декорации нетипичные, как и постановка. Поэтому мы находимся на фабрике. Фабрика по производству холстов. Вот так она выглядит. И мы все, по сути, работники этой фабрики. Кто-то, вот, Электрик Марсель, мой друг, например. Я непосредственно занимаюсь вот чисткой оборудования и так далее, вот этого всего. Мими тоже здесь подрабатывает, как раз-таки. Здесь, собственно, и происходит их знакомство. Поэтому, да, сегодня вот так. То, что эта постановка не совсем типична, то есть это некое новое видение, кому она может быть интересна? Какому поколению? Безусловно, молодежи, молодежи будет явно это интересно. Мы отыгрываем, на самом деле, вот современных людей. А, это наши дни? Абсолютно. Ну, не то, чтобы хипстеров, конечно, но движушных, тусовочных ребят, скажем так. После ГИТИСа, наверное, сколько активного труда у меня, вот, 4 года такого активного труда. Я поздно обратилась к этой профессии, но мне кажется, что вовремя. Вот для меня. У меня очень хорошая школа, благодаря моему мастеру, Георгию Георгиевичу Исаакяну. И на курсе у нас такой опыт был. И он был очень успешный, на мой взгляд. Это были наши совместные спектакли, выпускные, которые мы сами, режиссеры, делали. И поэтому я сразу не боялась этого опыта. Я знала, что такое может быть. И я уже даже была к этому готова и в какой-то мере воспитана вот в этом. Редактор субтитров А.Семкин